В этом видео настройка вариативного товара. Это все то, что выводится в карточке товара. Например, это выбор цвета перед покупкой, перед добавлением товара в корзину. Это выбор страны, выбор размера, выбор чего угодно в зависимости от того, что вы продаете. И человек не сможет нажать в корзину, это будет недоступно, не сможет купить в один клик, потому что от цвета, от размера может зависеть цена. То есть человеку нужно определиться с критерием данного товара. От размера, например, может зависеть цена, потому что когда размер больше, больше материалов затребовано, и времени для создания, например, одежды большего размера, от этого может влиять цена. Соответственно, когда человек выбирает нужный критерий, тогда появляются цвета и кнопка в корзину «Купить в один клик» доступна. В этом видео давайте разберем, как это настраивается. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Это урок номер 6. Я продолжаю свой бесплатный видеокурс по WooCommerce. Итак, сейчас я нахожусь в админке своего сайта. Мы с вами переходим в товары, все товары. Давайте рассмотрим товар на примере моего вот этого товара, мужского костюма. Мы с вами ранее создавали простые товары. Простые товары – это товары, не нуждающиеся вот в этом выборе размера, цвета, выбор страны, производителей и так далее. То есть просто товар, который можно сразу положить в корзину. Если у вас товар отличается и вам нужны такие критерии обязательно к товарам, тогда нам не подойдет товар типа «Простой». Здесь вы кликайте и выбираете вариативный товар. После данного выбора вот здесь появляется вкладка «Вариации». Вариации у нас основаны на атрибутах, которые мы научились с вами создавать в прошлых видео. Чтобы здесь можно было добавить вариации к данному товару, например, мужской костюм, нам нужно вернуться в атрибуты и выбрать, какие вариации нужны к данному товару. Нам же не нужны все вот эти атрибуты. Даже если они нужны все, нам нужно зайти, например, в выбор цвета и поставить обязательно птичку и использовать для вариации. Вот здесь вот «Сохранить атрибут». Перехожу в вариации. Только после этого у нас здесь будет доступен хоть какой-то первый выбор. «Добавить вариацию». Мы можем здесь выбрать «Создать вариацию из всех атрибутов». Имеются вот эти атрибуты. Или нажмем «Добавить вариацию. Применить». Появляются дополнительные опции. Здесь мы можем видеть и добавлять любой пункт, который нас здесь заинтересует. Мы здесь это не смотрим. Смотрим вот сюда. То есть то, что мы с вами выбрали в атрибутах. То есть дали доступным для вариаций. Это выбор цвета. То есть мы можем прямо здесь оставить любой атрибут цвета. Не забывайте то, что настройки скрыты для данного атрибута. Мы можем кликнуть сюда и увидеть целый ряд настроек. То есть вы можете при выборе цвета менять картинку, если у вас загружено в галерею изображений все эти цветные картинки. Сейчас посмотрим на примере. Что здесь необходимо? Если мы оставляем любой атрибут цвета, давайте на этом уровне посмотрим, что здесь будет. Артикул. Общая цена. То есть если цена общая для всех цветов, то мы ее здесь задаем. 3000 рублей. Также можно указать цену со скидкой. В наличии, не в наличии. Габариты, вес, доставка и так далее. Давайте на этом уровне нажму сохранить. Здесь я еще раз нажму обновить товар. Вернусь в карточку товара данного. Обновлюсь. Видим общая цена. И видим, появился здесь первый атрибут цвет. Точнее вариация. И видите, я не могу нажать в корзину, потому что нужно обязательно выбрать цвет. Зеленый. Цвет здесь не меняется, потому что мы не задали. Теперь в корзину. Я не знаю, ошибка это или нет, но в таком вот варианте, когда у нас присутствует выбор цвета, зеленый, не получается добавить в корзину. У нас пишет, видите, ошибка. Цвет – обязательное поле. Хотя мы с вами выбрали цвет и кнопка в корзину доступна. Как я этого избежал, чтобы не было этой ошибки? Здесь я выбираю цвет доступен зеленый. Сохранить. Давайте пока оставим зеленый. Я выбираю зеленый цвет. Сразу все с вами настроим. Вот у меня зеленый костюм. Цена остается та же. Больше, в принципе, мне здесь настраивать ничего не нужно. Сохранить изменения. То есть оставили только зеленый цвет. Обновить. Обновляю здесь. Выбор цвета. Видим только зеленый. Выбираю зеленый. Давайте посмотрим. У меня зеленое изображение выбрано здесь, поэтому мы не видим. Давайте главное изображение товара я поменяю на черный, например. Обновлюсь. Я хочу просто продемонстрировать, как меняется картинка, когда я выбираю зеленый цвет именно главного изображения. Смотрите, я выбираю зеленый, и здесь сразу же подставляется зеленая картинка. Теперь проверяем на работу способность кнопку добавить в корзину. Добавляю в корзину, и только сейчас атрибут работает. Мы видим всплывающую корзину, где дальше я могу нажать просмотреть корзину или продолжить, то есть оформить заказ. Вот имейте это в виду. Здесь есть маленький нюанс. То ли это какие-то недоработки, ошибки непонятно, то ли это действительно атрибуты у нас, вариации так работают. Но если же вы хотите добавить еще цветов, то вы просто добавляете еще и назначаете сразу его здесь. Красный. Картинку назначаете красный. Если, конечно, есть такая картинка. И самая основная цена, потому что цена может тоже меняться от цвета. Например, этот цвет может быть сезонный, то есть бренд. Именно цвет, то есть модный, который сейчас в моде. От этого тоже может цена меняться, поэтому очень правильно, что здесь все эти опции есть. Красный цвет может быть дороже. Давайте даже проверим. То есть красный цвет пускай будет дороже. Я сделаю 3500. Сохранить. И также я добавляю фиолетовый цвет. Цена будет такая же. Вот у меня есть фиолетовый костюм. Сохранить изменения. Давайте посмотрим. Пройдем в магазин. Пройду в товар. Итак, корзина недоступна. Пока я не выберу цвет. Проверяем сначала. Зеленый. Видим 3000 цена. Красный должен быть дороже. Смотрите, красный выбираю. Меняется изображение. Изображение карточки товара. И меняется цена. То есть здесь все работает, все хорошо. И фиолетовый тоже меняется. И проверяем работоспособность кнопки в корзину. В данном случае здесь тоже все работает. Вы видите, товар добавляется. Никаких ошибок. Давайте немножко усложним этот момент. Перейдем в атрибуты. И посмотрим с размерами. Поставим птичку, что да. Пускай это будет тоже в вариациях. Захожу в вариации. И просто добавляю. И здесь момент. Здесь тоже нужно выбирать цвет. И размер. Напротив. Данный цвет. Выбрать размер 3XL. То есть, например, у вас есть только 3XL. Размер в наличии. Именно зеленого цвета. Также применить. Выбирая красный. 3XL. Просто у меня. Я вам напомню, если вы не смотрели или не помните. В атрибутах, в размере, видите, здесь задан только 3XL. Здесь просто надо добавить еще. Или по этой кнопке добавить. Вы добавляете необходимые размеры. Тогда уже в вариациях здесь будут доступны МК и другие размеры. То есть, смотрите. Обязательно надо сопроводить. Если вы добавляете еще вариацию. Красный цвет МК. Да. Или смотрите. У нас с вами уже ниже цвета выбраны. То есть, вот эти верхние я удалю. То есть, как вы только добавили новую вариацию, напротив цвета у вас появляется здесь размер. Вы смотрите. Если любой атрибут размер, любой атрибут размер оставим вот так. Проверим на работоспособность. Обновимся. У нас уже два атрибута, вы видите. Корзина недоступна. Выбираем цвет зеленый. Корзина тоже будет недоступна. Нужно обязательно выбрать размер. МК. Корзину. То есть, вот видите, что происходит. Размер обязательное поле. То есть, в таком варианте нельзя оставлять. То есть, нам придется здесь выбирать размеры. Здесь, например, XL. Здесь, например, 3XL для этого цвета. А что, если вы спросите, у вас для красного цвета больше размеров существует, да? И МК, и XLК. Я не нашел другого решения, как только просто добавить еще один атрибут. То есть, красный у меня тут два раза получается. Красный 3XL и красный М. Не знаю, правильно ли это. И не знаю, ошибка ли это в WooCommerce. Не совсем понятно, почему сделан так. Потому что для красного цвета, например, у меня есть 3 или 4 размера. И это надо было как-то здесь перечислить. По идее, здесь вот эта вкладка «Любой атрибут размера». Но тогда вы видели, у нас с вами происходит. Давайте еще раз посмотрим. Какая-то ошибка. То есть, он не позволяет добавить в корзину. В общем, здесь существует... Если вы хорошо тоже разбираете WooCommerce, напишите в комментариях об этом, что вы думаете. Потому что здесь либо это проблема самой темы, Боно, либо это какой-то косяк в WooCommerce. То есть, если я выбираю красный и выбираю размер любой, то, что мне по идее нужно. То есть, при выборе красный... У меня доступно 3 размера. И при выборе он мне не пускает. Говорит, что размер – обязательное поле. Хотя у меня все было выбрано. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. В любом случае, если это какой-то временный косяк, избежать его можно, добавив все цвета и все размеры. Каждый в новой строчке. Но не знаю, правильно ли это. Размеров может быть очень много. Цветов может быть очень много. Если у меня также появится новая информация об этом, что это за косяк и что это за баг, я либо также в комментариях подпишусь, как это исправить, либо запишу дополнительное видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...